Привет, народ! Добро пожаловать в наши посиделочки, место, где мы с вами продолжаем обозревать разные сериальчики. У нас на канале вообще научная фантастика, она занимает особое место в сердечке. Мы обозревали, ну вот все такое, то что особенно выходит на Apple+, мы говорили про Во имя всего человечества, потом Foundation, основание, тоже вообще каждую серию обозревали Foundation. И к моему удивлению и приятной радости, наверное, у нас сериал Бункер очень хорошо зашел. Мы даже на гигдозорах его постоянно обозревали. И от меня, когда вот там прошлый сезон выходил, кстати, если вдруг кто забыл, он выходил в мае 23 года, по современным вообще трендам, когда нужно новый сезон ждать чуть ли не 2 года, у нас ребята справились довольно-таки очень неплохо. Довольно неплохо. Полтора года перерыв между сезонами, это уже по-божески. Конечно же, хотелось бы, чтобы выходило вот все, каждый год новый сезон. Игра Престолов, кстати, изначально старались выпускать по одному сезону каждый год. Но потом, когда продакшн раздулся, стали серии большие. Но здесь вот полтора годика. Если вдруг кто забыл, если кому нужен повод или вообще думаете, что ну чтобы посмотреть, все уже пересмотрели, все уже что было посмотрено. Можно пересмотреть еще разок. Первый сезон. Я вот лично планирую. Когда я прихожу ставить свою оценку, это не то, что кому-то нужна моя оценка. Кто-то там сидит, эти создатели сериала сидят, плачут, думают, ну почему, почему дядя Бова не придет, не поставит нам оценку. Нет. Это оценка, чтобы вы понимали, как я отношусь к тому или иному эпизоду в данной арке. Среди вот других эпизодов я оцениваю, может даже этот сериал не сколько против Игры Престолов или Дома Драконов, а именно вот в этой нише научно-фантастических сериалов. В только вот несколько серий у меня были восьмерочки, потому что они были такие более филерные, но финал мне показалось был замечательный. Было 10 серий и иногда я даже обращаю внимание не столько, какая именно оценка, а сколько человек пришло и проголосовало. Приятно смотреть, конечно, что общая финальная оценка финала 10 эпизода девяточка от 7 тысяч человек. Значит, аудитория понравилась. Да, была вот эта долина, где проседали оценки. И они примерно даже совпадали с моими, чтобы чуть пониже было. Но замечательно. Все равно замечательно. Я рад, что сериал продлили на второй сезон. Даже ходят слухи, что и третий сезон у нас будет. Тоже обещают 10 эпизодов. Точно так же еще даже непонятно, что у нас по датам. Если первый сезон выходил две серии, первые две серии вышли сразу для того, чтобы захватить аудиторию. Потом выходила одна серия в неделю. То второй сезон, похоже, сразу пойдет только по одной серии. Но ничего. Мы уже знаем дату. Выход первого эпизода 15 ноября. Вообще, конечно, мне немножко непонятно вся эта политика Apple+, когда они тянут с выходом трейлера вообще до последнего. А потом сюрприз. Вот вам через месяц уже новый сезон. И что хочешь, что делай. Беги, пересматривай. Как хочешь, вставляй в график 10 серий. Возьми, да пересмотри. Первый сезончик. А если кто-то только втягивается. У вас есть время. Ну, мне, наверное, более понятно, когда сначала выкладываю тизер. Потом первый трейлер. Потом второй трейлер. Потом финальный трейлер. И вот это вот чувство ожидания, оно настраиваешь себя, накручиваешь, ждешь, ждешь, ждешь. А тут вот такой нежданчик. Вообще, честно говоря, Apple+, не славится своими большими маркетинговыми подходами. Некоторые сериалы выходили. Вот то же самое основание, практически никто про него не знал. Только вот из уст в уши приходило, люди друг другу рассказывали и перерассказывали с первым сезоном. Когда второй сезон начинался, вот, там уже была большая продакшн, не продакшн, а рекламная компания была большая. Для тех, кто у нас первый раз на канале, для того вот так вот садится, одним дублем включает камеру. Идем, некоторые слайды приготовлены и обсуждаем. Так что, если вам такой формат подходит, пожалуйста, подписывайтесь. Будем вас рады видеть на канале. Но прежде чем мы пойдем по кадрам трейлера, давайте скажем спасибо нашим замечательным спонсорам, которые поддерживают канал. Самое разное у нас, видите, категории. Есть твистериата, есть хранители уголка, мастера ключа есть. С разным уровнем оплаты, но место в сердечке для всех одинаковое. Спасибо большое, спасибо. Очень приятно видеть столько людей, которые поддерживают канал. Отдельно хочется сказать еще спасибо Кириллу и Даше, которые еще являются спонсорами на Патреоне. Спасибо вам большое. Ну что, в принципе, ждать недолго. Всего только один месяц. Но давайте освежим в памяти, кто есть кто и что именно показали в трейлере. Я включил субтитры, потому что, когда это официальный трейлер, в него телекомпания вкладывает, пропечатывает субтитры. Не то, что там YouTube выхватил, а именно если вдруг какой голос за кадром, они пишут, кто именно это говорит. И оно помогает часто. Теперь смотрите. Трейлер вышел буквально только вчера, а уже 2 миллиона 357 тысяч человек посмотрело. И у меня стоит аддон, который распознает. Он не всегда правильно. Я слежу иногда за теми видюшками, которые я закидываю. Не всегда правильно. Там бывает разбивка. Но, как правило, очень близкое представление можно иметь. Лайки, дислайки. И 17 тысяч лайков против 180. Я не знаю. Я не знаю, кому может не нравиться этот сериал, чтобы вот настолько прийти и поставить дизлайк. Я вот не знаю. Может, какие-то хейтеры этой? Джессики Фергюсон есть. Не знаю. Посмотрим. Итак, погнали. Звучок выключаем. Заставка. Трейлер начинается сейчас. Кстати, я прочитал первую книгу, когда закончился первый сезон. А потом думаю, так, мне не хватает терпения сидеть, читать, узнать, что именно будет дальше. Я прочитал сюжетную ветку. Что именно происходит в этом сериале. Так что я примерно знаю, что будет. Но я не знаю дословно, какой персонаж, кто кому что говорит. И не думаю, у меня получится прочитать все эти книги. Так что примерную арку я знаю, куда идет сюжет. Но в то же самое время я не знаю, как создатели сериала преподнесут, расскажут эту историю. Но я постараюсь без спойлеров для тех, кто вообще не знает сюжета. Прикольно, как у нас буква О превращается вот в эту завитую лестницу, которая находится внутри бункера. Сразу напоминания, воспоминания. И нам показывают Джульетту. И, скорее всего, она еще в этом шлеме, до сих пор еще в костюме. Мы слышим голос, который спрашивает, женский голос. Вот the big question. Какой большой, какой главный, скажем так, вопрос. Какой самый главный вопрос. И Джордж. Джордж, если вы забыли, это был любовничек Джульетты, который именно нашел вот этот подземный проход. И в конце, когда за ним гнались, он именно спрыгнул с той лестницы, упал на пропеллеры. Тот, который именно стартанул для Джульетты все эти проблемы. И вот эта же картинка с этими летящими птичками на экране и раз перезагрузкой. Джордж говорит, вот if everything you know to be true, что если все, что ты знаешь, что правда, вот, just one big lie, что это все одна большая ложь. Голограмма исчезает, и мы видим город на заднем плане разрушенный. Блин, мы сейчас начали пересматривать Last of Us, первый сезон, потому что тоже где-то внутри. Я, в том числе, у меня Вовка начал переигрывать первую часть, и бабушка ходит, увидела такая, ой, что это такое страшное, такое интересное. Я говорю, а сериал есть? Он говорит, сериал есть? А я такой, не видела сериал. Мы начали, вчера первую серию посмотрели. Блин, ну, конечно, шикарная Last of Us. Ничего не скажу. Ну, все вот эти вот разрушенные здания, атмосфера постапокалипсиса нас, конечно, радует в последнее время. И Last of Us, и потом, блин, я хотел быстро сказать, синеньким человечком Fallout, вот, Fallout. И подсказку уж нашел у себя на экране, потому что игра установлена. То есть, установлено-то, установлено, а толком не играть. И Fallout, и Bunker. Не знаю, мне очень нравится тема, просто апокалиптическая. И вот мы видим, как раз вот этот конец первого сезона. Нам показали, да, когда камера удаляется, что Жульетта, она идет и видит бункер, и бункер, и бункер, и бункер. Развивающийся какой-то черный флаг кто-то лоткнул. Там прикольно сделали переход, появление заставочки. И вот она уходит от того бункера и видит бункер, бункер, бункер. Теперь, голос Бернарда. Если вдруг забыли, Бернард это самый главный мужичок в бункере, который там со своим ключиком. Главный конспиратор, потому что все это думают, в принципе, главный человек, кто судья или шериф. А на самом деле все они марионетки вот этого Бернарда. На протяжении всего, столько, сколько мы помним. И здесь вот толкает речь перед жителями бункера. Каждый, кто выходит наружу. Вот тут, конечно, такая крикповенькая сцена, когда она идет по костям тех, кто выходил и погиб. Вообще, такая сцена немножко отдает началам терминатора. Когда машина идет, разламывая череп. Но тут прошла мимо черепа, но все равно косточки похрустели. И skilled by dangerous toxins of an unsaved world. Что они, их убивают опасные токсины в этом опасном мире. И в небезопасном, в небезопасном мире. И вот она доходит, проходит от одного бункера. И мы видим, сколько здесь костей лежит. Скорее всего, что у нас происходит в этом бункере. Если там у нас нет или есть тела, но которые не в каких-нибудь костюмах. То здесь нам показывают, что из этого бункера. И бункер он пробитый, разбитый. Кто-то хотел выбраться. И кто-то хотел, а кто-то выбрался. И, ну, не особо далеко они убежали. Вот это вот все, будто бы как муравьишки. Да? Это тела людей. Многие, видать, пытались добежать до соседних бункеров. Мы видим, куда они расписаются. Кто-то упал прямо здесь. А кто-то успел все-таки хоть чуть-чуть добраться и увидеть, что там есть. Но криповатенькая, жуткая сцена. Какая вот зацелочка. Что никого там вроде бы не осталось. Но дойдем до этого момента. Бернард продолжает говорить речь. Джульетта Николс сама попросила выйти наружу. Видим его помощника Бернарда. И чего за файтер? Ну, продолжает. Это не, блин, Роберт, не Бернард. Бернард, это мужик, который толкает речь. Это Роберт. И мы видим, что кат сцены, она пробирается в бункер, подбирает стамесочку. Но такой момент интересный. Смотрите, у нее изолента трепыхается. Это наша чеховская изолента, которую мы с вами весь прошлый сезон. Ну, сколько можно нам указывать на эту изоленту? Теперь показывают судью. Судья Медуз. По-моему, судья Медуз 2. Теперь она открывает бункер, заходит вовнутрь. Компьютер у нее предупреждает, что уровень кислорода низкий. Она воин, но она умерла. Показывает, что кислород низкий, шлем снять не может, потому что их заделывают эти шлемы так, чтобы не могли снять. И не успели увидеть что-то и рассказать. Но она умерла, как герой для Сайлови. Да. За исключением только ее подружки Ширли, которая кричит. Вы обманываете, а не обманывают. Пробила себе шлем для того, чтобы запустить воздух. И тут такое. Тут уже рисковать приходится. Либо ты отравишься, либо в этом бункере. Может, на самом деле есть воздух. Теперь мы видим в столовой надпись «Ложь». Видим. Пытается дышать. Уже сняла весь костюм с себя. Кричит. В ноябре месяце. Именно 15. Это точно судья Медус. Сидит смотрит какие-то бедюшки. Похоже, ей позволено иметь записи. Или же мы узнаем, что... Мы помним, что там была найдена книга. Разные опасные артефакты. Но может то, что позволено Богу, то не позволено человеку. То, что позволено Юпитеру, не позволено быку. Как-то есть выражение такое. И все-таки она судья. Ей алкогольчик подгоняют. И тут на занавесках смотрит видео с океаном. Человек ходит с ребеночком. Я не думаю, что ты тут ее родственник. Что там прошло до хрена тысяч лет. Не тысяча, сотни лет прошло. Мы знаем, что там с прошлого перезапуска что-то 144 года прошло. Надо пересмотреть. Такие вот детали, конечно, они уже забываются. Теперь мы видим Пола Биллингса, который теперь на нового детектива поставили. Был помощником Джулеты. И он говорит, что обманы должны закончиться. Это же разговаривает. Люди говорят, что это время пришло для восстания. Это вот Роберт с Бернардом. И из технического отдела, там где живут механики, они запускают такую ракету, которая подлетает кверху и разбрасывает листовки. Такая себе пропагандическая деятельность. И все, что на этих листочках написано, что Джульетта жива. Отца показывают Джульетты, напоминают нам. Доктор Питт Николс говорит, вы не сможете контролировать то, что она, какое значение она имеет для людей. Но, как бы, эта тема не нова. Та же самая, если мы вспомним Голодные игры. Да, вот эта вот. Сойка-пересмешница. Птичка-пересмешница. Что всегда есть, может, она даже и не думала вкладывать такой смысл, чтобы раскачать революцию. Но случилось, это стало вот этой вот последней каплей, стала последней соломинкой, которая сломала спину верблюд. И вот здесь точно так же Джульетта стала вот этим символом для того, чтобы пробудить людей. Ведь вы не можете контролировать то, что, какое значение она имеет для людей. И мы видим этот Бернард Профигала, считая, что Джульетта жива. Может, еще в этот момент они и не знают даже, жива она или нет, но просто пользуются. Или же это уже будет намного позже, когда Джульетта найдет соединение, каким образом можно переплывать из одного бункера в другой. Потому что мы знаем, что у нас есть подземные шахты, которые соединены между собой, но они затоплены под водой. Survival of one. Выживание одного человека. И тут видим тоже, что Джульетта опускается под ул. Ну, похоже, Джульетта. Конечно, сложно определить в такой маске, но по волосам кажется и так, если предположить. Ну, кто же еще может опускаться на дно, проверять. Интересный момент нам опять показывают Джорджа. Скорее всего, будут, может, какие-то флэшбеки, больше флэшбеков с Джорджем. И Джульетта говорит, I need to know what happened here. Мне нужно узнать, что здесь случилось. Выживание одного человека, надежда для всех. Теперь мы видим, это в шахтах, где живут механики. Джульетта продолжает говорить, for my friends, for my family. И мы видим, что она разговаривает с какой-то, кажется, женщиной в этом кадре. Но в том бункере, в котором она оказывается, там есть только один человек. Его зовут Соло. Но мы сейчас к нему дойдем. Это либо будет еще один бункер после того. Ну, в общем, ждем. Ждем, как именно создатели сериала раскрутят эту историю. Опять-таки, говоря вам, что я прочитал общую канву, общий сюжет, то без деталей я просто знаю, какие технологии они используют. Давайте скажем так. Я не знаю точно каждый сюжетный поворот, но я знаю, какая именно... Мне больше всего было интересно, что именно их заражает, что их убивает. Вот про эту технологию я знаю. Но кто в какой бункер, где какой ответ найдет, где какие реагенные камеры, где какие чего... Вот этого ничего не знаю. Вот это... Вот в это я не вчитывался, не вдавался в подробности. Знаю только, что именно их убивает наружу. Потому что это вот мне... Ну, очень важно было узнать. Что я очень надеюсь, что я не смогу... Ну, смогу удержаться и не проболтаться с этим моментом. Теперь, батенька смотрит, довольный. И мы видим, как гаснет свет в бункере. Вполне возможно, это как раз летят вот эти вот... Продолжают лететь эти листочки и гасится свет по всему бункеру. Для чего? Либо для того, чтобы разогнать эту демонстрацию. Это делает... Это решение Барнарда с Робертом. Или же... Уже когда Джульетта передала какое-то сообщение, и точно мы знаем, что она жива, и решили поднять восстание, и механики снизу, они же имеют возможность вырубить электричество тоже. И именно они рубят свет. Ну, посмотрим. Джульетта продолжает. Все, что мы пытаемся сделать, это выжить. Теперь. Про Роберта мне так хочется увидеть в этом сезоне. Мне кажется, что все-таки он часть восстания. Тех, которые хотят перемен. Но для того, чтобы быть близко и знать, о чем думает Барнард, вот он подстраивается. Теперь. Это Джульетта. Это, скорее всего, шахта во втором бункере, в который она попала. Nothing going to stop me from trying. Ничто не остановит меня в моей попытке пробовать. Сразу же обваливаются ступеньки, прыгай. Но видно, что у нее есть трос. Так что особо сильно не переживаем за Джульетту. Там тросик видно. И улетела. Тут тоже, опять-таки, трос виденный здесь. Но так вот, если посмотреть, тут видны ступеньки. Скорее всего, в этот момент, в этот момент, она еще не находится под землей, в этом затопленном бункере. А именно, пытается просто спуститься вниз по ступеням. Потому что вот тут хорошо видны такая же самая витевая лестница с балкончиком. Теперь какой-то артефакт крутится, и на нем видно, как бежит животное. Но это иллюзия. Такие вот, знаете, есть блокнотики в детстве. Олды. Тут пролистываешь, и там либо птичка летит, либо зайчик танцует. Теперь тоже момент. Восстание у нас идет. И мы видим здесь логотип, написано JL. Скорее всего, если мне нужно сделать предположение, то это они решили делать вот это. Juliet leaves. Джульетта жива, живет. Ленин жив. Как-то Ленин выйдет живать. Нет, там было Ленин. Есть, будет, есть. Что-то, что-то, какая-то шутка такая в детстве была. Ну, вот, Сой жив. Былать. То тут у них JL. Juliet leaves. Ну, это сделано такое предположение. Что это такой вот, может, логотипчик, который они будут помечать себе. Какие себе светлячки своего рода. И вот у Джульетта падает, где она приходила по одному из мостиков. Падает воду. У них, может быть, скорее всего, затоплено намного выше, чем в ее бунтке. Ребекка Фергисон. Красоточка наша. Потом Тим Робинсон. Судья Медус говорит. You're frightened. Ты напуган. Видно, что тут набухалось. И что-то скидывает теперь с балкона. Лишь бы никому на голову не упало. Теперь взрыв. Тут вот какой-то момент в этом кадре мне показалось, что это тоже Джордж, что ли. Но, похоже, нет. Какой-то другой волосяник. Скорее всего, ну, сложно определить, где у нас флешбеки, а где у нас реальные моменты. Когда она вернула, или это она уже вернулась назад, или мы что-то вспоминаем. Короче говоря, то, что флешбеки будут, мы увидели Джорджа. Мы слышим голос Джорджа. Поживем, увидим. Потому что, если вот они прям сидят, плачут и прислонились головой. Опять-таки, ребят, если вы заметили какой-то момент, который я не заметил, пишите в комментариях. Будем обсуждать. Кто-то, видать, пытался проникнуть. И попался в ловушку. Это представители армии, которые подчиняются Бернарду. Революция идет полным ходом. Ну, нам точно покажут несколько... Как минимум, первую серию Джулета будет блуждать. Бернард говорит, я боюсь больше не восстание, а того, что она могла там увидеть. Ссылочка, Сайло, новый сезон, бункер. И нам показали вот этого нового персонажа, что Соло его зовут. Потому что он один-единственный, кто живет в этом бункере. И он говорит, если ты попробуешь открыть эту дверь еще раз, мне, тогда я тебя прибью. И у него два разных глаза. Интересно, если вам интересно посмотреть, кто именно будет играть этого персонажа в сериале. Актера зовут Стив Жахам. Я помню его по сериалу «Белый лотос». Первый сезон. Он там был отец семейства, который привез на отпуск. И у него там были какие-то проблемы. Он все ходил, всех спрашивал, чтобы посмотрели на его бубенчики. Сильно они большие или небольшие. Опухоль там сидела. «Восьмибитное Рождество». Классный фильм тоже был. Ну, сказать, что он абсолютно неизвестный. Лицо знакомое. Но это не тот актер, которого я бы вот сейчас так вот прям знаю. Это не Дженнифер Лопес, которую я могу прям взять. Покажите мне. Я скажу, а, да, Дженнифер Лопес. Есть такие некоторые актеры, которых показываешь, что такое, да, 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 где-то я их видел, лицо знакомое. А так вот сходу, кроме как Белого Лотоса, я не чую и вспомни. Ну, в общем, я знаю это, потому что информация выходила, и даже если пойти на его страничку, вот кадр. В его этих появился кадр. Ну, в общем, вот такой вот трейлер на Apple+, ждем. Остался ровно месяц. Так что всем ноги в руки, кто еще не успел посмотреть, посмотрите первый сезончик. Для тех, кто смотрел, все такие, как я, может, самое время пересмотреть его. Таким образом, мы сможем с вами вместе собираться и обозревать из серии в серию. Все. Всем всего хорошего. Еще с вами увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok